Уважаемые коллеги, онкологические заболевания при ВИЧ-инфекции. Ну, конечно же, в отрыве от... Говорить об онкологии при ВИЧ-инфекции в отрыве от вируса совершенно невозможно, поскольку не понимая то, какой вред, какое влияние ВИЧ оказывает на организм и почему происходят те или иные коморбиды, развивают те или иные сопутствующие заболевания, вторичные, первичные, это уже неважно. Сложно говорить об онкологии в частности. Можно говорить о прямом, косвенном, опосредованном влиянии, которое реализуется через угнетение иммунной, противоинфекционной, противоопухолевой звеньев иммунной системы, развитие хронического воспаления, которое является фоном, выстилкой для формирования любого коморбидного заболевания. Это формирование, прогрессирование, развитие и прогрессирование микробной транслокации. Это действие всевозможных коинфекций, тех же вирусов, о которых много, сегодня я уже слышал в разных залах Конгресса. И, наконец, вот отвечая на вопрос о том, почему ВИЧ формирует онкологию гораздо раньше, почему пожилой, в кавычках, возраст для ВИЧ-инфицированного пациента ограничен для России 35-40 лет, да потому что ВИЧ в совокупности с другими вышеназванными факторами формирует своеобразный фенотип ВИЧ-инфекции или фенотип ВИЧ-инфицированного пациента, который собирает в себе несколько этих понятий. А уже говоря конкретно об онкологии, тут добавляются еще угнетения противоопухолевых, натуральных киллеров, избыточная продукция цитокинов, благодаря которым некоторые виды опухоли становятся саморегулирующимися и очень сложными для курации, для медикаментозной и иммунотропной терапии и так далее. И в конечном итоге нарушается паптос опухолевых клеток. Не буду останавливаться на причинах формирования ВИЧ-ассоциированных и ВИЧ-неассоциированных заболеваний. Мои коллеги продолжат эту тему. Тем не менее, к ассоциированным традиционно относятся саркома Капоши, неходшкинские лимфомы, Б-клеточные преимущественно и рак шейки матки. К неассоциированным все остальное, все, что может обнаруживаться, как вариант солидной онкологии у любого пациента. По встречаемости либо редкие, либо часто встречающиеся с убывающей, либо нарастающей частотой. Но опять же, для Российской Федерации понятие «частая» или «редкая встречаемость» очень условное, потому что некоторые виды опухоли в России встречаются чаще, когда на Западе, в Северной Америке и в других регионах эти опухоли давно считаются нечастыми. Классификации. Опять же, много классификационных подходов. Инфекционисты руководствуются в основном одним. Это по МКБ-10, Б-20, Б-24. Собственно, в этом диапазоне и существует работа инфекциониста по постановке диагноза любого онкологического заболевания. Но уже это позволяет систематизировать взгляд в рутинной практике у инфекциониста, чтобы поставить правильно тот или иной диагноз и направить к специалисту. Буквально несколько слов об эпидемиологии процесса. Доля и структура ВИЧ-ассоциированных опухолей среди причин смерти в Российской Федерации. Говоря смело, вот я считаю, что у нас тут очень круг заинтересованных людей. Статистики в Российской Федерации, регистра пациентов с ВИЧ и онкологией нет. По моей просьбе, буквально за несколько месяцев до Конгресса инфекционистов, который прошел полторы недели назад, я попросил главного специалиста, главного нештатного специалиста Министерства здравоохранения, профессора Воронина, подобрать хоть какие-то данные по ситуации в Российской Федерации. И вот то, что удалось из 18 регионов проанализировать по отчетным формам, форма 61, так называемая, вот, собственно, я предварительно такую информацию и даю. То, что на сегодняшний день среди причин ВИЧ-ассоциированная патология – это ведущая на сегодняшний день, то есть это СПИД, по сути дела. Из них только 3%, опять же, я повторяюсь, из того, что я могу на сегодняшний день держать в руках из цифр. 3% – это онкопатология, то есть неходшкинские лимфомы, преобладающие количество, рак шейки матки, саркома капоши, убывающие. И вы видите, в 2016, 2017, 2018 году идет некое снижение на предмет диагностики или среди причин. Опять же, я не обольщаюсь этими результатами, потому что здесь может быть и вклад антиретровирусной терапии, охват, здесь может быть учет летальных исходов, как регистрация производится, либо это в специализированном стационаре, либо это инфекционисты. Но, тем не менее, такая динамика прослеживается. ВИЧ-неассоциированные, то есть солидные опухоли – 8%, чуть больше, что, собственно, и закономерно, потому что они чаще встречаются. Рак легкого, рак толстой кишки, лимфома Ходжкина, рак головы и шеи, гепатоцеллярная карцинома и другие. Опять же, наряду с другими причинами, внешними причинами, прочими соматическими, психоневрологическими заболеваниями, казалось бы, это небольшое количество летальных исходов. Тем не менее, мы видим из года в год нарастающий вклад причины онкологии среди ВИЧ-инфицированных пациентов. И вы видите, что среди тяжелых пациентов с прогрессирующими стадиями – это уже 10%. А каждый пятый из них умирает на фоне прогрессирования онкологического процесса. И вот этот слайд я специально взял у Ольги Николаевны Леоновой, на котором я бы мог бы поставить вопрос, а где умирают пациенты? Вернее, в каком профильном стационаре могут умирать пациенты? И вы не увидите здесь онкологического стационара. То есть, либо это потому, что пациент не попадает на специализированную койку с онкологическим заболеванием, либо он умирает раньше на фоне тяжелого состояния, и специализированная онкологическая помощь до него не доходит. То есть, это говорит об абсолютном преобладании тяжелых поздних диагностей как ВИЧ-инфекции, так и онкологического заболевания. Первый раз показывают этот слайд в этой аудитории. Инфекционисты этот слайд знают. Но успокаивает то, что все-таки увеличивается количество пациентов в госпитализированных многопрофильный стационар. То есть, по клиническим показаниям. Это так называемый 113-й эпидемиологический код, что говорит о том, что, скорее всего, эта тенденция будет увеличиваться. И, наконец-то, онкологи все-таки займут свое достойное место в лечении этих пациентов. Нехотшкинские лимфомы. Примерно саркома капоши, примерно равное количество. Опять же, это данные из нескольких регионов. По Санкт-Петербургу. Мы видим неуклонный тренд. И очень быстро увеличивается количество пациентов с онкологическими заболеваниями, будь то ВИЧ-ассоциированные, неассоциированные. И вот этот вот рядом график, это график увеличения общего кумулятивного количества пациентов, умерших пациентов, в том числе в стадии СПИДа. И вы посмотрите разброс возраста от 17 до 92 лет. То есть, увеличивается возрастной диапазон пациентов, но на сегодняшний день и тенденции до 30-го года, скорее всего, это будут все-таки молодые люди 35-40 лет. Поэтому, я еще раз повторяю, пожилой возраст среди ВИЧ-инфицированных онкологических пациентов это весьма условное понятие. Какие же характеристики основные клинические пациенты на достаточно большой выборке мы можем продемонстрировать? На сегодняшний день до сих пор преобладают мужчины. К сожалению, на момент диагностики онкологического заболевания не проводится ни противоопухолевая терапия, большинство, ни антиретровирусная терапия. Оба заболевания выявляются одномоментно по некоторым нозологическим формам до 40%. То есть, пациент либо не знал о ВИЧ-инфекции, на момент онкологии он узнает о двух заболеваниях, либо наоборот. Соответственно, помощь оказывать уже по двум заболеваниям получается поздно. Мы видим крайне высокую степень иммуносупрессии, очень высокую вирусную нагрузку по ВИЧ-инфекции и тренд увеличения ВИЧ-неассоциированных, то есть солидных онкологических заболеваний в общей популяции. И что очень важно, увеличивается количество пациентов с первичной диагностикой и тяжелым поражением органов и систем, полиэтилогическим, инфекционным и неинфекционным в том числе. Какая структура злокачественных новообразований у пациентов на сегодняшний день? Преобладают неходшкинские лимфомы. Здесь вы можете увидеть, что рак вроде бы шейки матки не увеличивается в количестве диагностики, но опять же это очень и очень обманчивая цифра, потому что эти женщины, они а. скрывают свой статус, б. имеют подменные карты, В. расплываются среди огромного количества акушеров-гинекологов, и не всегда эти сведения стекаются в одно место. Но что касается лимфомы Ходжкина, рака легкого, рака головы и шеи, рака молочной железы и рака толстой кишки для Российской Федерации, для Санкт-Петербурга, это тенденция пока такая в одну сторону, в сторону увеличения. Что очень важно, вместе с плоскоклеточными опухолями различной локализации мы видим общее количество ВПЧ-ассоциированных онкологических процессов. Растет количество первично множественных раков, и закономерно на 25-30-м году эпидемии ВИЧ-инфекции и других вирусных гепатитов растет количество гепатоцеллюлярной карциномы. Далее. Как изменяется частота встречаемости? Верхняя таблица – это Америка. Когортные, 8 клинических когорт, вы видите кратность увеличения. Нижние столбики, данные Анастасии Викторовны по лимфомам в Санкт-Петербурге, вы посмотрите, 3, 19, 64, 99 случаев – это те, которые попали в поле зрения. То есть быстро прогрессирующее увеличение количества неходшкинских лимфом при ВИЧ-инфекции. Причем, повторяюсь, что в момент первичной диагностики опухоли мы видим тяжелых пациентов с экстранодальными поражениями практически у всех, более 80%. Это и печень, и слизистые оболочки, и легкие, желудок. И смотрите, 3 и более экстранодальных очага поражения более чем в 12% случаев. А теперь я акцентирую ваше внимание на двух очень важных моментах, непосредственно интимно связанные с вирусом иммунодефицита человека, которые способствуют возникновению онкологических заболеваний, характеризуют как раз онкогенность этого вируса. Первое свойство – это латентность. Латентность вируса имеет несколько фаз, но, опуская все подробности, могу сказать, что именно это свойство не позволяет вылечить это вирусное заболевание. Один случай, одна латентная вирусная частица из миллиона пролеченных сохраняющих может дать всплеск, новый всплеск даже на фоне антиретровирусной терапии инфекционного процесса. По этой причине мы не вылечили до сих пор 34 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией, которые живут в мире. По этой причине мы не можем говорить о том, что после отмены антиретровирусной терапии мы можем считать случай излеченным. И по этой причине мы можем говорить, что существует большое количество анатомических резервуаров, помимо клеточных, а клеточные – это CD4, это дендритные клетки, это макрофаги, это любые клетки иммунной системы, имеющие рецепторы и корецепторы. Именно по этой причине речь идет о формировании резервуаров при ВИЧ-инфекции. Активные резервуары, видите, в лимпатических узлах в течение многих лет антиретровирусной терапии, они, несмотря на то, что медленно истощаются, но они поддерживают очаг хронического воспаления. По этой причине в качестве резервуаров можно рассматривать практически все органы и системы. Далее. Распространение ВИЧ во время антиретровирусной терапии. Помимо того, что это инфицированные клетки, помимо того, что это вирулентные клетки, они еще в 50% случаев имеют неполноценные геномы, то есть клональные по своей природе. То есть они, в принципе, предопухолевые клетки и предопухолевые ткани. И благодаря этому популяция ВИЧ, готового к репликации, и популяция вот этих вот мутированных клеток с активным метозом, с активным креном в сторону онкопатологии растет. Но на сегодняшний день нет способов активного поиска этой клетки либо этих клеток. На сегодняшний день это все равно, что искать иголку в стоге сена. Поэтому нам на сегодняшний день необходима дальнейшая разработка. Я вот уже по программе, по тому, что услышу в залах, существуют эти способы ранней диагностики клеток, которые содержали бы тот самый латентный вирус, либо уже содержали бы те предопухолевые изменения, которые можно было бы диагностировать на ранних этапах. И второй момент, который очень важно учитывать в характеристике онкогенеза ВИЧ. Это, конечно же, тот момент, что единственный вирус, который можно рассматривать в качестве кофактора при онкогенезе, это ВИЧ. А все остальные вирусы – это проонкогенные вирусы. И вот они, пожалуйста, хорошо вам известны. Вирусы герпеса человека, Эпштейн-Бар, вирусы папилломы человека и некоторые другие. Поэтому это сочетание, абсолютное сочетание двух вирусов, абсолютно онкогенное сочетание, которое нужно учитывать. И априори, если мы обнаруживаем такое сочетание, нужно всегда пациента рассматривать как потенциального пациента онкологического профиля. На примере трех видов опухолей можно характеризовать, как протекает и какие основные этапы у ВИЧ-инфицированного пациента мы можем рассматривать. Это начало, продвижение, промоция, клеточная пролиферация, злокачественная трансформация. И вот она, самоподдерживающееся течение опухоли, когда лимфома, интерлекин-6, саркома капоши, фактор некроза опухоли, тот же интерлекин-6, карцинома, я не указал, тоже имеется несколько самоподдерживающихся компонентов, в которых играют непосредственную роль онкогенные вирусы. И вот этот слайд я очень люблю и буду показывать его еще много лет, поскольку у нас нет национальных программ по вакцинопрофилактике, по вакцинированию от вируса папиллома человека. И вот здесь, когда не проводится вакцинация, вот на этом этапе, я его называю ноль, этап ноль, когда идет развитие опухоли, проходя все пять этапов своего развития, где может быть полезен, либо абсолютно необходим инфекционист и онколог? Да на всех четырех этапах. Ну вот разве что здесь уже поздно, потому что здесь мы можем назначить антиретровирусную терапию, здесь мы можем, помимо антиретровирусной терапии, провести некие манипуляции по удалению предопухолевых изменений, а здесь мы можем использовать иммунотропные модулирующие препараты, антитела и другие методики, дабы сдержать развитие онкологического процесса. Поэтому вот это вот слияние двух специальностей, оно абсолютно необходимо. И рассматривать среди инфекционистов либо онкологов эти процессы, ну это просто преступление, я так считаю. Извините. Итак, имея вот этот вот багаж информации, имея мировой опыт и уже появляющийся, увеличиваясь наш опыт, что мы можем сказать о скрининге и лечении? Когда мы его проводим? На международных рекомендациях, да, они есть. Используются они в России или нет? Скорее всего не всегда. Что у онкологов, что у инфекционистов. Отечественные. Нет рекомендации по этому направлению в России. Инфекционисты обезоружены. Онкологи тоже не имеют представления о том, что представляет из себя пациент. Поэтому мы руководствуемся обрывочными нашими данными. Но, имея генетическую память терапевта, я не могу не упомянуть, что существуют и другие заболевания с иммуносупрессиями, которые сопровождаются снижением тех или иных показателей, да, при которых ВИЧ-инфекция тоже может быть кофактором, да, усиливающим эти изменения, усиливающим мутагенные изменения в организме. И, конечно, здесь и гуморальный иммунитет, и врожденный иммунитет, и клеточный иммунитет. И, посмотрите, эти состояния, которые не прибавляют нам оптимизма при работе с этими пациентами. Тем не менее, мы можем ориентироваться на очень конкретные показатели, которые отличают ВИЧ-ассоциированную иммуносупрессию, это количество CD4. И все, что не связано с этим, это гетерогенность факторов, при которых нет надежных тестов, но, тем не менее, мы обязаны их находить и определять эти группы повышенного риска. Скрининг на рак и лечение коморбидности. Опять же, во мне сейчас говорит, наверное, сочетание не до конца образованного инфекциониста, но состоявшегося терапевта, ревматолога и онколога. Когда мы можем говорить о том, что для Российской Федерации существует определенная особенность. Например, почему растет рак молочной железы? Да, наверное, потому что в популяции этих пациентов не проводится профилактическая работа, потому что нет скрининга. И не всегда учитывается возраст и состояние пациента, когда не применяются вовремя те или иные пособия, и когда, наоборот, избыточная полипрагмазия, когда нужно остановиться и дать спокойно человеку дожить остаток жизни. Это очень важно учитывать, особенно когда развиваются такие заболевания, сопутствующие соматически, как ИБС, сахарный диабет, артериальная гипертензия и многие-многие другие, акцент на которых, может быть, лучше сделать, чем гоняться за той самой клеткой, мутировавшей по разным причинам. Вот эту вот я таблицу сделал, собирательную, из разных источников, из разных... Опять же, в России нет единых правил или пути, по которому должен пойти лечащий врач, дабы провести скрининг, раннюю диагностику на онкопатологию у ВИЧ-инфицированного пациента. Здесь направление, здесь, когда это делать, и некоторые комментарии. Красным выделил группы риска, опять же, папилломови ассоциированные, возрастные группы и не... Так скажем, то, что не делается в обычной рутинной клинической практике, к сожалению. А вот здесь плод коллективный в результате многолетних наблюдений за ВИЧ-инфицированными пациентами. По какому пути алгоритм размышлений лечащего врача должен быть применен? Ну, исходя из того, что встречаемость онкологических заболеваний в каком-то определенном регионе. Ну, в данном случае, Санкт-Петербург. Мы рассчитали на 2017 год, такая-то популяция ВИЧ-инфицированных пациентов, 55 тысяч, рассчитали, учитывая увеличение количества, примерно 2,5-2,5 тысячи злокачественных новообразований, мы знаем о 600 из них, предполагаем, что какое-то количество еще где-то гуляет. Но мы знаем, какое соотношение онкологических заболеваний в этой группе. И мы знаем, рассчитав те или иные клинические показания, семь основных параметров, которые могли бы определить риск развития онкологического заболевания у ВИЧ-инфицированного пациента. Семь клинических признаков простых. Возраст, пол, РНК, количество РНК, CD4, наличие вирусных гепатитов, спит в анамнезе, отсутствие антиретровирусной терапии. Ну, туда же можно там еще некоторые вещи, характерные для регионов. Каждому присвоили балл. И посчитали количество баллов и принятие решения. Казалось бы, очень просто, да? Но, к сожалению, вот такой вот настойчивости в принятии решений мы до сих пор инфекционистов не видим, да? 0,3 балла – динамическое наблюдение. 4,7 баллов – скрининг онколог-гематолог. Выше 7 баллов – обязательно онколог или онкогематолог, потому что не найти онкологию будет уже сложно, да? Дальше мы пролечили. Я опустил этап этот, да? И уже оцениваем риск недожития до 5 лет. То есть какой-то такой вот промежуточный показатель между общей выживаемостью 5-летней и так далее, да? И вот они, факторы. Я вот как раз говорил, Слава Геншина, мы как раз вот это вот сопоставляли нашу вот эту систему, критериальную систему с системой ВАКС. Она очень и очень совпадает по некоторым диагностическим. А теперь вот несколько слайдов я хочу показать, насколько общая проблема – это ВИЧ-инфекция и онкология, да? Вот, например, стратегии излечения ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день их несколько. Они все-таки существуют на сегодняшний день. Это раннее начало антиретровирусной терапии, чтобы не допустить образования резервуаров. Удаление и элиминация ВИЧ, генная терапия, shock and kill – особая группа подходов, иммуномодифицирующая терапия и блокировка. Если говорить о влиянии ВИЧ-инфекции антиретровирусной терапии, то есть вот замечательное исследование, Inside Start, которое говорит о том, что раннее начало терапии препятствует развитию, а, раков в целом, б, определенных форм. И вот здесь вот я выделил специально, возможно, связано с более высокой частотой ВИЧ-инфекции и меньшим доступом к скринингу. Золотые слова – это про Россию, хотя исследование проводилось в странах Латинской Америки и в Южной Африке, потому что Россия по частоте новых случаев, это вот для тех, кто не знает, давно опередила страны субсахарной Африки, которые были на первом месте раньше всегда. Ну вот это вот исследование, вот частота опухоли, которая увеличивается при позднем назначении антиретровирусной терапии. Из лечения от ВИЧ. Мы знаем берлинского пациента, мы его хорошо знаем, мы его цитируем, он приезжает на все тусовки специалистов по ВИЧ-инфекции. Была применена обычная методика трансплантации, аллогенной трансплантации стволовых клеток. Вот вся поэтапная, вся эта история изображена на этом слайде. Мы получили химеризм, да, донора, полностью подтверждающий, что в данном случае берлинский пациент не заболеет ВИЧ-инфекцией больше никогда, потому что была разрушена система рецептора-корецептора СР5. Мы уже знаем еще о двух пациентах. Это лондонский пациент и дозревающий досюндорфский пациент. Есть нюансы, есть различия, я на них не буду останавливаться. Но тем не менее история продолжается. Поиск кардинального излечения, и она очень и очень напоминает нам онкологию, онкогематологию. Согласитесь, что подходы, они очень унифицируются, очень становятся универсальными. Иммуномодифицирующая терапия. Но здесь вообще я могу сказать, что иммунотерапия рака, она гораздо больше полезна, гораздо больше приносит плодов своих, чем несостоявшееся создание вакцины против ВИЧ-инфекции. Потому что найдены те самые механизмы, которые преодолевают онкогенез и развитие. Среди них это антагонисты ТЛР-рецепторов. И если в прошлом году я показывал этот слайд на конференции, Елена Викторовна, я его специально показываю. После него вот за год я нашел большое количество литературы, статей, в котором уже говорится об успешном использовании ингибиторов контрольных точек, то есть иммунотерапия. Это и конкретные заболевания, здесь вот ассоциированная саркома капоши, рак легких, немелкоклеточный рак легких. Здесь меланома продвинутая, здесь вообще место педиван ингибиторов в онкологических заболеваниях, связанных с ВИЧ. А здесь просто написано, что наконец-то мы можем приравнять хронические вирусные заболевания к аутоиммунным, к онкологическим и показать одинаковую эффективность, безопасность и профильность назначения иммуномодулирующей либо иммунотропной терапии. Что очень важно, это прорыв. Вот за год я считаю, что в этом смысле мы серьезно продвинулись. На сегодняшний день неволумаб, пембролизубаб наиболее часто используется. Вы можете меня поправить, но впереди, конечно, перспектива использования всех остальных моноклональных антител для ВИЧ-инфицированных пациентов. На сегодняшний день, конечно, они пока не попадают в когорты применения этих препаратов. Здесь, опять же, я пытался расставить приоритеты при оказании помощи пациентам с онкопатологией и ВИЧ-инфекцией. Когда, опять же, рекомендации, доказательная база. Каковы реальные возможности использования при ВИЧ-инфекции вот тех самых радикальных технологий? Да пока они мизерные. Пока из всех, из того, что я перечислил, конечно, возможно, скорее всего, использование ингибиторов иммуноконтрольных точек, потому что с каждым годом растет опыт и клиническое использование. И, наверное, онкологи-химиотерапевты мне, улыбаясь, скажут, что заливай, заливай, но все равно препаратов-то нет. И их для ВИЧ-инфицированных... Кивайте вы, кивайте, кивайте. Я и так знаю, что для ВИЧ-инфицированных пациентов их достать гораздо и обеспечить пациентов гораздо сложнее, учитывая разные нюансы. Поэтому нам в любом случае и при онкологии, и при ВИЧ-инфекции нужны будут ранние стадии, низкий уровень воспаления, высокий уровень CD4 лимфоцитов и низкая, конечно, вирусная нагрузка. Ведь это же применимо как иммунотерапией рака, так и иммунотерапией ВИЧ-инфекции. И посмотрите, терминология, которая применяется для эрадикации ВИЧ-инфекции, она полностью заимствована из онкологии. И мы еще больше переплетаем между собой наши функциональные возможности при лечении этого коморбидного тяжелого пациента. Теперь несколько таблиц по рекомендации. Я уже задерживаю, но я учитываю то, что у нас нет третьего доклада, я поэтому пользуюсь случаем и правами председателя себе взять лишние минуты. Рекомендации по профилактике злокачественных новообразований. Чтобы вас не утруждать чтением этой таблицы, я сделал акцент на голубеньких строчечках. Антиретровирусная терапия для всех. Прекращение курения. Тут целые секции в этом конгрессе, я увидел, целый день этому посвящен. Это закономерно. Планирование и лечение в составе комплексное, это то, о чем мы с вами говорили. Гепатит АС, потому что его надо встроить. Это короткий период жизни, в жизни инфицированного пациента вообще. Поэтому его надо спланировать, встроить, провести, получить ответ и забыть о вирусном гепатите С. В принципе, на сегодняшний день. Скрининг. Рак шейки матки и анального канала. Благоприятное течение на ранней диагностике. Опять же, использование скрининговых возможностей. Особая группа пациентов, ну, это Елена Викторовна, мы уже второй год встречаемся и обсуждаем особые группы пациентов. Вот до нашего заседания, вот дементные формы у пожилых пациентов, онкологических, мы проводим уже 10 лет исследования нарушения когнитивных функций при ВИЧ-инфекции и коморбидных состояниях. И много-много очень сходных изменений, видим, у наших пациентов при более раннем возрасте. Междисциплинарные взаимодействия и общие рекомендации никто не отменял. Дальше. Общие принципы лечения злокачественных лимфом, они никак не отличаются от обычных лимфом. Высокоинтенсивные протоколы полихимиотерапии. Лучевая терапия, ее роль мы не переоцениваем, но и хирургическое вмешательство, естественно, не является лечебной процедурой. Профилактика ослаждений, повышение эффективности. Анастасия Викторовна расскажет больше, я не буду на этом останавливаться, но вот эти ключевые 5-6 пунктов должны войти в ВАЗ и БУКИ учебника и онколога, и инфекциониста, потому что незнание хотя бы одного из них сделает жизнь нашего пациента гораздо хуже. И мы не добьемся результатов, которые будут удовлетворяли нашим потребностям или желаниям пациента. Потому что каждый пункт, он имеет принципиальное значение, как от начала терапии, так и проведения бесперерывной профилактики жизненно опасных фатальных осложнений. И, наконец, пересечение профилей токсичности химиотерапии антиретровирусных препаратов. Профиль, побочный эффект мы знаем, препараты мы знаем. И роль мультидисциплинарного подхода как раз в профилактике вот этих вот лекарственных взаимодействий. Это очень просто, но это нужно помнить, это нужно знать. И вот я попросил Анастасию Викторовну дать цифры по отделению, на котором уже в течение пяти лет пролечили 61 пациента. Посмотрите, 43 лимфомы, 18 болезней Ходжкида, 187 госпитализаций. Собственно, на этом материале можно уже диссертацию писать. Тяжелые пациенты практически все, но объективный ответ первой линии 96%, одногодичная выживаемость 90%, сравнение без ВИЧ 92%, пятилетняя выживаемость 36%, многие живы, потому что не прошло 5 лет еще начало терапии. Это живая такая летопись. Получали антиретровирусную терапию, надо дать должное лечащему врачу 100%, и всего лишь 4 пациента требовали нахождения в условиях реанимации интенсивной терапии. Да, умерло уже достаточно пациентов, треть, но, посмотрите, структура прогрессирования, но, конечно, при онкологии никто не отменял прогрессирование. Инфекционные осложнения, да, много, да, причин для этого. Но, смотрите, 5% передозировка наркотиков, суицидальная смерть, то есть, казалось бы, немножко из другой истории. Неплохие и результаты, которые не отличаются, а, может быть, в лучшую сторону характеризуют работу отделения. Да, посмотрите, и здесь вот неуклонный тренд, математическая формула, и вот как раз мультидисциплинарный подход, который дает очень существенную прибавку в одногодичной, в однолетней выживаемости наших пациентов. Это как раз работа команды, возможность получить консультацию у инфекциониста-онколога, у онколога-инфекциониста. Ну и последний слайд. Бойков пролистывал 20 слайдов, чтобы показать последний слайд. Мне повезло больше. Пожалуйста. Вот то, что в моей голове буквально незадолго до конференции родилось, чтобы показать вам, как основные, так скажем, постулаты, может быть, основные проблемы, которые нужно решить. Это поздняя диагностика, это межведомственный, междисциплинарный подход, это взгляд на особые группы, некоторые особенные опухоли, которые для России имеют большую актуальность, и, конечно, возможность применять современные методы противоопухолевого лечения, и, конечно, фантастика и мечты о проведении междисциплинарных, системных, фундаментальных и прикладных исследований. Елена Викторовна, если мы доживем когда-нибудь с вами до этого, если будет желание, да, мы переживем Конгресс, а потом уже подумаем. Спасибо. Продолжение следует...